Глубоко уважаемые коллеги, здравствуйте, Наталья Владимировна. Здорово видеть вас теперь на экране. Раньше не видел, теперь выглядит красиво. Я планирую посвятить свое сообщение такой теме, которую редко любят обсуждать хирурги, потому что, во-первых, не очень любят ей заниматься, а во-вторых, потому что не до конца понятно, что с этим делать. Итак, локальный децидив после хирургического лечения, кто виноват и что делать. Хирурги и рецидивы после лечения требуют участия хирурга. Три ситуации, на мой взгляд, на которых я сегодня и остановлюсь. Плановое морфологическое исследование вы получаете ответ Р1, что делать лечить или наблюдать. Второй вариант вопроса – рецидив после хирургического лечения, нужно ли его оперировать или нужно отдать его специалистам нехирургических профилей. Ну и прогрессирование или осложнение на фоне химио-лучевого лечения. Что делать? Какую-то спасительную хирургию. Это шанс для пациента или напрасный труд? Давайте пойдем плавно и постепенно. Итак, резекция Р1 после планового морфологического исследования. Значит, на самом деле, давайте для начала скажем, что пока вопрос о том, что такое резекция Р1, до сих пор не устаканен даже в головах глубоко уважаемых хирургов. Если они позволяют себе обсуждать, нужно или не нужно человеку делать лимфатическую диссекцию, какого объема она должна быть, то можете себе представить, как они относятся к вопросу о концепции полноты резекции при раке легкого. Вы видите, что с годами и на руки Монтейн и Гинсберг предлагали разные концепции, оценивающие, что же такое Р0-резекция. Понятно, все понимают, что Р1 – это микроскопическое, Р2 – это макроскопическое оставление части опухоли, а РХ – это ситуация, в которой неизвестно. Нет данных о том, чтобы судить, насколько это радикальная была резекция, но вот с точки зрения хирурга на сегодняшний день есть несколько параметров, которые должны быть учтены, чтобы понимать, что вы выполнили полноценную резекцию. Во-первых, это край бронха, резекция в слизистой. Во-вторых, это край бронха, стороны перебронхиальной поверхности. Чаще всего это ассоциировано с перебронхиальной инвазией либо с метастатическими узлами окружающими бронх, которые хирург аккуратно так содрал, и внешне ему очень нравится бронхиальная стенка. При этом край резекции паренхима – это больше характерно для пациентов с периферическими новообразованиями, которыми выполняется анатомическая резекция, лоб или сегменты криптомии, край резекции сосуда, что тоже немаловажно, если мы делаем ангиопластические резекции. А также хочу обратить внимание, что лимфатические узлы тоже принимают в этом участие. Если наличие экстракапсулярного поражения лимфоузла, понятно, что там резекция R0 в принципе не может быть. Скорее всего, да, то есть это будет скорее всего резекция R1. Но еще важно также наивысший удаленный лимфатический узел. То есть, грубо говоря, если вы удалили пациенту при правой верхней лобоктомии узлы второй R-группы, и они поражены метастатически, то эта резекция точно не R0. Какова же частота остаточной опухоли в бронхиальной культе бронха? Она оценивается авторами в целом по-разному, от 12 до 17, вы видите. От 1 до 17%, но в среднем приблизительно 5% ситуации, когда у пациентов отмечается резекция R1 по краю бронха. Но если она ассоциируется с поражением слизистой, это чуть более благоприятный вариант, чем если она ассоциируется с поражением перебронхиальной ткани, поскольку, как я уже говорил, в большой доле вероятности это будет связано с лимфогенным метастазированием. Какова же на сегодняшний день принятая лечебная тактика в ситуациях, когда опухоль обнаруживается в крае резекции? Значит, здесь простая очень схема, которая предполагает три параметра. Значит, первый – это параметр, проводилась или не проводилась неодевантная химиотерапия, и дальше какой вид R1 у пациента присутствует. Еще раз обратите внимание, про R2 я здесь не говорю, то есть когда оставлен большой кусок опухоли. Речь идет о выявлении опухоли в крае резекции бронха. Значит, если у пациента рак ин ситу, определяется патоморфологически после проведения ему окончательного гистологического исследования, совершенно неважно, проводилось ему неодевантное лечение или нет, никакое дальнейшее лечение не рекомендуется, оно ничего не улучшает, пациенту рекомендуется регулярное бронхоскопическое исследование и наблюдение в случае появления рецидива, тогда уже принимать решение о том, как действовать. Если пациенту не проводилась неодевантная химиотерапия, при N0, N1 можно рассматривать вариант реоперации, если анатомически это возможно и функционально это возможно, если нет, то коллеги рекомендуют адевантно-лучевую терапию. Если есть поражение N2 и при этом R1 резекции, никакой повторной операции не имеет смысла, она ничего не добавляет. Лучевая терапия тоже, по мнению коллег, не очень подходит, если только какой-то очень тщательно отобранный N2 single station или как бы микрометастатик. И полихимиотерапия является стандартным лечением. Если пациент получал предоперационную неодевантную химиотерапию, то здесь ситуация примерно такая же, как в предыдущем варианте, когда возможна реоперация, если она не получается обсуждать, станет ли радиолог выполнять адевантную лучевую терапию, при этом адевантная химиотерапия не показана. При поражении N2 также не показана, при, еще раз говорю, при R1 и N2 лимфоузлах, также не показана адевантная химиотерапия, если не сработала неодевантная, то значит нужно будет искать другие варианты в случае прогрессирования. И если после химии лучевой терапии вы сделали пациенту резекцию R1, и у него поражены лимфоузлы средостения, ему вообще не рекомендуется никакое адевантное лечение. Таким образом, по этой части хирург может высказаться следующим образом, что решение возможности хирургического лечения при R1 напрямую зависит от анатомической ситуации, функционального состояния больного и сроков после операции. У меня есть несколько ситуаций, которые я наблюдал и которые я реоперировал. При сегментах эктомии, при получении плохого края резекции я практически всегда доделываю больным объем долубэктомии. А вот при центральных резекциях, по поводу центральной опухоли, это очень большой вопрос. Поэтому R1 – это для хирурга неприятный вопрос, который нужно будет обсудить. Напрямую с этим, как правило, связан вопрос рецидива после хирургического лечения. И именно внимание к деталям, которые должны проявлять хирурги, оно позволяет прогнозировать или оценивать риск оставление клеток в крае резекции и таким образом оценивать предикторы возможного рецидива. Посмотрите, что делают наши японские коллеги. Они скарифицируют линию аппаратного шва и вот эти скарификационные палочки промывают в физиологическом растворе. А также они скарифицируют линию шва на удаляемой части. И также они ополаскивают в растворе картридж шивающего аппарата, который использовался, резекцией паренхими. И еще топокулевые клетки, если их находят, то это как раз тот R1, который невозможно выявить при гистологическом исследовании, и тогда риск рецидива высокий. Обращают внимание на локализацию новообразования в легочной паренхими. Как вы видите, есть такие участки, которые легко могут быть подвергнуты резекции и сложно подвергнуты резекции, например, на основании, либо в щели. Крайне сложно накладывать шивающие аппараты, соблюдая достаточную дистанцию для опухоли. Они обращают внимание, каким образом произведено отсечение удаляемого сегмента. И считают, что использование степлерного шва уменьшает риск диссеминации опухолевых клеток. И чем полнее эта линия степлерного шва, тем выше вероятность того, что не будет рассеяния опухолевых клеток. Я это показываю для того, чтобы вы понимали, что мы тоже думаем о том, как бы добиться этой резекции. Вообще, в принципе, меня как-то спрашивали коллеги нехирургического профиля, что для хирурга важнее с точки зрения лечебного исхода общей выживаемости либо безрецидивной выживаемости. И я ответил, что для хирурга, как мне кажется, психологически, интуитивно гораздо важнее безрецидивной выживаемости, поскольку именно это характеризует качество его хирургии. Я уверен, что кто-то со мной поспорит, но пока что это выглядит вот так. Как влияет на риск рецидива Р1? Напрямую. При наличии резекции Р1 в течение 5 лет, при первой и второй стадии заболевания риск рецидива увеличивается на треть. При этом риск рецидива при Р1 включает в себя гистологию плоскоклеточный или крупноклеточный рак, более высокую стадию выполнения сублобарной резекции вместо лобоктомии и римфоваскулярную инвазию. Но при этом срочное гистологическое исследование, как правило, не рекомендуется, поскольку оно редко в процессе операции меняет интероперационные решения. Я имею в виду срочное исследование для оценки края резекции. Для того, чтобы соблюдать хороший край резекции, мы пытаемся, особенно при резекциях частичных, при анатомических сегментах, мы стараемся соблюсти правило, что диаметр края резекции должен быть не меньше, чем диаметр опухоли. То есть, грубо говоря, если опухоль 3 см, то и край резекции должен быть не меньше 3 см. Поэтому разница в пятилетней выживаемости при сегменте эктомии и краевой резекции настолько разнится при опухолях до 3 см. Видите, 84% для сегмента эктомии, 39% с небольшим для резекции краевых, а при опухолях больше 3 см. Пятилетней выживаемости при краевых резекциях нет вовсе. Поэтому пациенты с резекцией R1 в случае развития рецидива при первой и второй стадии имеют преимущество, если им проводить химиотерапию, а при третьей стадии химиолучевое лечение. оказывается наиболее эффективным с точки зрения пятилетней выживаемости. Но в целом хирургия рецидива после ранее выполненной резекции выполнима не более чем у 4% пациентов, как пишет мой друг и коллега Дражин Субочич вместе с Полом Ваншилом, они анализировали и собственный опыт, и они оценивали, что происходит с пациентами, которым выполняется повторная операция после ранее выполненных резекций. Во-первых, почти всегда эти операции заканчиваются заключительной пневмонотомией. Какие-то дополнительные резекции выполняются крайне редко. То есть, поскольку, во-первых, помимо онкологического процесса есть еще и следы ранее выполненной операции, если человек выполнял, хирург выполнял качественную лимфодисекцию, то просто средостения и сосуды замурованы. Попытка выйти на них практически всегда заканчивается их повреждением, мы бы вынуждены обрабатывать сосуды интерперикардиально, даже если перикард не вовлечен. То есть, это всегда практически заключительная пневмоноктомия. У меня был случай, когда я оперировал пациента с рецидивом рака легкого после верхней лобоктомии справа в культе верхней долевого бронха справа. И речь шла о заключительной пневмоноктомии, но когда мы вошли в флюоральную полость этого пациента, у меня выяснилось, что уважаемые коллеги, которые вы оперировали до меня, не выполнили вообще никакой лимфодисекции, вообще никакой. И таким образом у меня был практически интактный, интактная культя бронха, кроме того, что в ней была опухоль. Ну и да, были следы ранее выполненной операции, поэтому я сделал центральный контроль правой ветви легочной артерии, остро отсек ее и ушил там сам кусочек легочной артерии, а дальше выполнил больному циркулярную резекцию правого главного бронха. То есть там обошлось без пневмоноктомии. Но это единственный кейс, когда мне это удалось. В большинстве остальных случаев мне приходилось выполнять заключительные пневмоноктомии. И, как правило, пациенты, которые старше по возрасту, имеют какую-то дополнительную коморбидность, их не выбирают в качестве кандидатов для хирургического лечения. Но тех, которых выбрали, вы посмотрите, здесь приведены результаты таких серий. Здесь не может быть рандомизированных исследований, как вы понимаете. Здесь достаточно большое по меркам одного хирурга количество больных, подвергнувшихся повторным оперативным вмешательствам. Обратите, у меня очень высокая 30-дневная послеоперационная летальность. Она практически во всех сериях не меньше 10-12%, а в некоторых и выше. Высокое очень число осложнений и достаточно высокая частота развития несостоятельности культибронха после пневмонектомии, то есть бронхоприуральной фистулы. Но при этом пятилетняя пострецидивная выживаемость довольно приличная и от 25 до 44%. Для того, чтобы пациенты после заключительной пневмонектомии не оказывались выброшенными на помойку историем, приходится использовать сальник для укрепления культибронха, использовать лоскут межреберной мышцы, диафрагмальный лоскут, вот как здесь, жировой лоскут. То есть это достаточно массивная и серьезная операция. Повторная резекция после рецидива при лечении первой стадии. Надо понимать, что местная прогрессирование бывает лишь у четверти пациентов, а у остальных оно либо сочетается с отдаленными метастазами, либо вообще у 66% это отдаленные метастазы, и тут хирургия в принципе неприменима. То есть если у пациентов возник повторный после местного рецидива возник повторный рецидив, который сопровождается отдаленными метастазами, шанс такой тоже очень высокий, поэтому рекомендуется пациентам выполнять скорее местное системное лечение, чем местную терапию. Таким образом, здесь MyTechHome Message это в большинстве случаев рецидива операция, значит, повторная операция это наименее выбираемая опция, поскольку она сопряжена с высоким риском послеоперационных осложнений, приносит мало пользы, и дальнейшее прогрессирование больного будет связано скорее всего с отдаленными метастазами. Последний кусочек я чувствую, что перебираю время, постараюсь быстро. Это прогрессирование или осложнение на фоне химио-лучевого лечения, то есть так называемая санирующая или сальважная операция, или спасительная хирургия. Что это? Напрасный труд или шанс для пациента? Давайте для начала разберемся, что такое salvage surgery или спасительная хирургия. На мой взгляд, это три ситуации. Первая, это хирургия при прогрессировании после химио-лучевого лечения. То есть больному не планировалось оперативное вмешательство, он получил радикальную химио-лучевую терапию и начал прогрессировать после этого. То есть фактически у него не остается опций, и мы тогда выходим на передний план, рыцаре, будем больному спасать жизнь. Еще больше хирург показывает себя рыцарем, когда хирургия используется при развитии осложнений опухолевого процесса, который препятствует проведению других методов лечения, видов лечения. Вчера Наталья Владимировна совершенно блестяще изложила мнение прогрессивного радиотерапевта на то, каким больным не нужно отказывать в лучевой терапии. Но, к сожалению, есть ситуации, когда у больных возникает осложнение жизнеугрожающее, требующее просто спасения этой жизни. И вот это действительно спасительная хирургия. У больных легочное кровотечение развивается массивное, либо когда развивается бронхоплевральный свитч или пищеводно-респираторный свитч, абсцесс легкого МПМа, тогда фактически больной может погибнуть от осложнений рака раньше, чем от самого онкологического процесса. И хирург пытается вмешаться. Ну и хирургия в ситуациях, когда другие методы лечения противопоказаны из-за коморбидности, а вот хирург более отчаянный человек, и он пациента берет и пытается оперировать. В литературе есть отдельные публикации серий, небольших, но очень уважаемых. Вот еще одна серия из Турции, моего друга Альбера Токера. Он блестящий совершенно хирург, и наши практики хирургические в Турции и в России во многом совпадают, поскольку мы страны примерно одинаково развивающиеся. Оценены результаты 30 спасительных операций, так называемых, и видно, что частота осложнения достигает 70%, и у четверти больных приходится делать повторные операции из-за осложнений, но при этом в целом среднем беспитальное пребывание не очень высокая, 30-дневная летальность абсолютно приемлемая, и обратите внимание, безрецидивная выживаемость и общая выживаемость появляется у этих пациент, даже вот 19 месяцев плюс-минус 13, это очень неплохо, с учетом того, что за больных мы оперировали. Другое дело, что пациенты, как делает вывод Альпер, пациенты, которые подвергаются лечению после ранее выполненной химиолучевой терапии, они имеют вполне себе приемлемую летальность и частоту осложнений, в случае, если после операции, после лечения вдруг вы признали опухоль резектабельной, в то время, как другие показания к спасительным операциям, они не настолько хороши, и это отчетливо видно в исследовании, где тоже вы видите не очень большое количество пациентов, но было включено, когда летальность невысокая действительно, и вполне приемлемое число осложнений при этих так называемых солважных операциях, но еще раз обратите внимание, что показания здесь были разными, в основном это рецидив или персистенция опухоли после химиолучевого лечения, а вот когда выполняется хирургическое лечение пациентам более коморбидным, либо после химиолучевого лечения 3-й А стадии, ситуация не такая печальная, послеоперационной летальности нет, послеоперационное осложнение у 3-х из 8-ми, и смотрите, ожидаемая 5-летняя выживаемость вот в этой маленькой группе пациентов, опубликованной нашими японскими коллегами, 75%, ожидаемая 5-летняя пострецидивная выживаемость после прогрессирования на фоне химиолучевого лечения. Так какой же take-home message мы можем здесь принести? Ну, во-первых, спасибо хирургам, которые не выполняют лимфодисекции и не оперируют пациентов с Н2, они оставляют шанс другим хирургам выполнить им нормальные операции, когда не поможет химиолучевая терапия. Эти хирурги вряд ли будут выполнять такие сальважные операции, но возможно найдутся другие, которые решат проблему. Результаты лечения при рецидиве химиолучевого лечения при операции по неотложным показаниям сильно отличаются. Число осложнений существенно выше при хирургии по неотложным показаниям, но у этих пациентов есть потенциал для большей общей выживаемости. Ну и надо понять, что хирургия это ультиморацио, то есть последний аргумент, и, к сожалению, не всем больным мы можем помочь хирургически. Благодарю за внимание. Продолжение следует...